Всем привет! Это видео снято специально для канала Антона ВЛ. Сегодня я хочу рассказать о некоторых моментах, которые помогут вам делать красивые цветные швы на нержавеющей стали. Особенно это будет актуально для тех, кто хочет делать картины в стиле welding art. Нержавеющая сталь содержит большое количество хрома и других лигирующих элементов, которые в горячем состоянии при контакте с воздухом способны давать разнообразные цвета. При сварке нержавейки с соблюдением технологий, т.е. с правильно подобранной силой тока, хорошей газовой защитой, цвет шва должен получаться серебристо-блестящим или золотистым. Цвет появляется при перегреве или в случае, когда шов не успевает остыть под защитой аргона и попадает в горячем состоянии в воздушную среду. В зависимости от температуры нержавейка окрашивается цвета от ярко-золотистого до темно-синего. Чем выше температура, тем темнее цвет. Т.е. по сути цветной шов признак того, что технология сварки была нарушена. Но т.к. мы наоборот хотим добиться максимального цвета, мы будем использовать это в своих целях. Какого-то универсального рецепта получить цветной шов не существует, т.к. это зависит от множества факторов. Но давайте разберемся с основными из них на простых примерах. Понимая суть, вам будет проще получить желаемый результат. Первый фактор – температура. Температура и тепловложение зависят не только от силы тока, но и от скорости сварки. Для того, чтобы было проще контролировать процесс, легче использовать небольшую силу тока при медленной скорости сварки. Но слишком медленная скорость тоже плохо, т.к. будет сложнее получить равномерный красивый шов. Обратите внимание, как отличается цвет шва при разной скорости сварки и одинаковых параметрах тока и газа. Также следите за перегревом. При сильном перегреве вы получите в результате не цветной шов, а матово-серой. Выбранная сила тока напрямую влияет на вашу скорость сварки и как следствие на форму и цвет шва. Посмотрите, как сварка на 40 и на 60 А на одной поверхности дает разный цвет и форму сварного шва. Второй фактор – газовая защита. Для лучшего результата желательно использовать большие сопла от 12 номера и выше. Такие сопла позволяют закрыть аргоном достаточно большую площадь, что позволяет улучшить результат и легче контролировать процесс. Мы можем изменять цвет, варьируя время и эффективность охлаждения шва в защитном газе. Также, к примеру, можно во время сварки изменять угол наклона горелки, тем самым меняя площадь и направление защиты. Можно прервать сварку и изменить время обдува шва на постгазе и получить разные цвета. Или отводить горелку в сторону или вверх, изменяя тем самым эффективность защиты. Чем выше будет температура шва и чем больше воздуха на него попадать, тем темнее будет цвет. С первой попытки получить красивый цветной шов, конечно, не получится, но немного практики и терпения позволят добиться нужного результата. Если очень хочется получить цветной шов, на все вышесказанное не помогло, то можно немного схитрить. Можно повторно пройтись по шву в импульсном режиме и повторить это, пока не получите нужный результат. Главное следите за тем, чтобы деталь не перегрелась. Оптимально для таких целей использовать низкочастотный пульс с высоким по току и коротким по времени пиком. Ну вот и все. Надеюсь мои небольшие советы помогут вам создать свои большие шедевры. Больше практикуйтесь и вы сможете управлять магией тик сварки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм.